Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. В районе населенного пункта Березань, Одесской области, высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун» производства США. В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск, Донецкой Народной Республики, уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены живая сила военной техники Вооруженных сил Украины в 12 районах, 4 склада с боеприпасами, 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки и Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники Вооруженных сил Украины в районе Северска. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 2 взвода реактивных систем залпового огня «Град» и 2 артиллерийских взвода «Гаубиц» «Гиацин-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики. Операционно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерии за сутки поражено 3 пункта управления, 3 склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов «Изюм», «Малые проходы», «Питомник» Харьковской области, «Славянск», «Шандриголова», «Донецкая Народная Республика». В том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаев. Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов «Лисичанск», «Луганской Народной Республики», «Брашковка» Харьковской области и «Новая Каховка» Херсонской области. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплексов, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники. Минобороны России отслеживают и фиксируют по фамилии на всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается. Так, за прошедшие три недели, в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен, еще 240 диких гусей поспешили ретироваться за пределы территории Украины. Пальма-перенство по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши. Ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 солдат Удачи. Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков. Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети интернет. Подчеркну, российскими вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к выезду на Украину. Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящихся в польском городе Замост, на улице Козмина, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании, Колин Скотт и Эдриан Дэвис, а также три гражданина США, Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой. Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом, иностранные наемники не являются комбатантами. И лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения. Основные задачи сейчас это нанесение авиационных ударов. Также сопровождаем Ми-8, то есть это эвакуация раненых, перевозка личного состава. Но основной упор делается у нас на нанесение ударов. В основном работают живая сила противника, какие-то укрепрайоны, бронированная, небронированная техника. Задач много, все зависит от конкретно поставленных целей. Для вертолета у нас самое страшное это ПЗРК. На вооружении противника очень много различных видов, в том числе и зарубежного. В принципе, само по себе оно эффективно, но вертолет у нас обладает бортовым комплексом обороны, что делает нас, ну не сказать, что невосприимчивыми, но повышает наши шансы кратно. Ну, если мы идем в район выполнения задачи, то есть полет выполняется туда на предельно малой высоте, в районе выполнения стараемся прикрываться рельефом местности. Также стреляем с кабрирования, если говорим о нарах. То есть это идет стрельба с кабрирования, чтобы не входить в зону поражения ПЗРК противника. Ну, бывает иногда то, что БКО нам сообщает о каких-либо пусках. С кабрирования это когда мы, ну грубо говоря, задираем нос вертолета. Настроение боевое у всех, делаем правое дело, поэтому скоро мы это все закончим. Кто постарше, у кого это не первый боевой опыт, понятное дело, они объясняют, подсказывают нам, как сделать лучше, как делать не надо. Если возникают какие-то сложные задачи, понятное дело, их на себя возьмут люди поопытнее. Наверное, запоминается вылет тогда, когда по тебе начинают стрелять с той стороны. Вот тогда ты запоминаешь. У нас был случай, когда мы работали управляемыми ракетами и по нам пытались отработать с той стороны Су-25. Ну, они отработали, просто они не попали, мы вовремя ушли. Первый залп лег рядышком, мы уже успели отвернуть, и второй залп как раз пришелся на то место, где мы работали. На задачу выходят смешанные группы. Бойпара К-52 наносят удар. Транспорт на боевой Ми-8 АМТШ «Терминатор» с группой огневого прикрытия на борту страхует экипажи аллигаторов. А многоцелевой ударный Ми-35, в свою очередь, прикрывает восьмерку и 52-е. Машины идут на сверхмалой высоте, кажется, чуть выше колосящейся в полях пшеницы. Затем резкий рывок вверх. Залп сразу из двух блоков с неуправляемыми ракетами. Снаряды уходят в указанный разведкой район, в котором несколько десятков бойцов ВСУ грузятся в бронетранспортеры и грузовики. Очевидно, поняли, место их дислокации рассекречено. Нужно менять позицию. Экипажи аллигаторов делают резкий почти 90 градусов крен влево, снижают высоту до предельно допустимой. В этот момент, кажется, у автоматики ударного вертолета от таких кульбитов сдают нервы. Летчики выполняют такие виражи ежедневно, поэтому уверенно доводят своих аллигаторов до первого естественного укрытия русла реки. Далее выйти из опасного района и на базу пополнить запас горючего боеприпасов, получить новое задание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...